Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Без воды, как известно, ни туды, ни сюды. Как увеличить объемы питьевой воды в разгар летнего сезона? Яхт-клуб – это спортивный клуб или торговая точка на пляже? И сейчас обо всём подробнее. Вторые сутки анапчане страдают от нехватки питьевой воды. Водоканал ссылается на возросшую нагрузку на сети, однако глава города Сергей Сергеев не принял это объяснение и потребовал оперативно решить проблему дефицита жизненно важного ресурса. Первый заместитель главы города Светлана Яровая попросила специалистов водоканала проанализировать потребление воды на эту дату по сравнению с прошлым годом. Три последних четыре дня стабильно идёт 71, 72, 73 тысячи кубов суши. А в прошлом году? Вот, в прошлом году. В эти дни сколько кубов суши? Ну, это трудно сравнивать и не конкретно по июлю месяц. Понимаете, в том году был июль жарче. Вот. Ну, масса была в три раза больше. Больше, понимаете, тут очень сложно. Нет, мне цифры, скажите. Я хочу техническую услышать возможность. 1 миллион 300 тысяч кубов воды подано населению в этом году. И чуть больше миллиона в прошлом. Александр Рощин предлагает отказаться совсем от отключения населённых пунктов. От ночного подбора воды в резервуары запаса и изменить схему подачи воды. Каждый день мы будем подавать воду с 5 утра до 12 дней. 13. 13, да. Потом мы днём, основная масса людей в основном находится на работе, эти на море. Мы за это время до 18.00 делаем подбор воды в резервуары. С 18.00 до 23.00 мы осуществляем подачу на жителей города и микрорайона. После 23.00 мы снова остановимся на подбор воды в ёмкости, чтобы к утру 5 часам подобрать и снова дать неделю воды. Вот такой предлагается план. Ну, всё будет корректировать, уносить погода. А я хочу теперь попробовать выяснить причины возникновения такой ситуации. Значит, здесь присутствует архитектура, а не просто так. Мы сейчас сделали подборку сверхколонную дверью дома, да, на территории ЗВД, да. И у нас есть технические условия. Светлана Владимировна потребовала от ПТО водоканала дать отчёт о соблюдении технических условий, на вновь вводимые в эксплуатацию дома. А также поинтересовалась готовностью подать воду населению альтернативной компании. Они на сегодняшний день готовят испытания трубопроводом от водозабора от джигинки до резервуаров. На сегодняшний день возникают у них проблемы с опрессовкой. Ну, видно... Трубы текут. Второе. Вот после того, как они опрессуют, прохвалируют его, то, бишь, подготовят водовод к работе, только лишь тогда можно вести разговор о вот этих вот дополнительных объёмах. То есть они не готовы ещё? Значит, да. Поэтому график подачи воды в эти дни следующий. С 5 утра до 13 часов дня подача воды. С 13 до 18 подбор воды в резервуары. Вода на первых этажах домов будет. С 18 до 23 подача воды. С 23.00 до 5 утра подбор воды в резервуары. Вода на первых этажах будет. В многонациональной Анапе вопрос сотрудничества и взаимодействия – один из наиболее важных. Его обсудили на заседании комиссии по вопросам межнациональных отношений при главе муниципального образования. На курорте уже 10 лет работает программа по гармонизации межнациональных отношений. Результат – уважительное отношение к представителям всех национальностей, проживающих в городе-курорте. В муниципальном образовании город-курорт Анапа осуществляет свою деятельность 241 некоммерческая организация, в том числе 10 политических партий, 5 национально-культурных общественных объединений, 19 общественных объединений ветеранов-инвалидов, 9 райкомов-профсоюзов, 23 первичных казачьих обществ, объединяющих 1996 казаков, осуществляют свою деятельность 30 религиозных организаций, представляющих 10 основных конфессий. Из них 12 приходов Русской Православной Церкви, 1 Армянская Апостольская Церковь, общество мусульман, еврейская община, 13 протестантских религиозных организаций. Руководители некоторых анапских предприятий не всегда задумываются, предоставляя помещения в аренду неизвестным организациям. Пускают на территорию своих баз отдыха сомнительные организации. Хотя есть примеры и отличного взаимодействия. Местная организация адвентистов седьмого дня предложила помощь в уборке пляжа в районе базы отдыха Шингари. Большую работу по гармонизации национальных отношений проводят органы ТОС. Ответственно организована работа в Анапе с беженцами из Украины. Администрация еще в прошлом году принята постановление об организации работы по оказанию гуманитарной помощи гражданам Украины. Помощь этим людям оказывалась как в прошлом году, так и продолжает оказываться. На территории города Анапа собраны три пункта временного размещения беженцев с Украины. В преддверии выборов задача усложняется. Политическая ситуация будет накалена. И если мы сейчас еще обострим национальный какой-нибудь момент, то это будет для нас достаточно некрасиво и тем более короткий сезон. Две с половиной тысячи лет Анапа живет по традициям многонационального города, в котором взаимное уважение традиций и культур создают уникальный портрет города. Глава Анапы Сергей Сергеев провел рабочую встречу с новым лидером Центра армянской национальной культуры. Им стал рач Тер Карапетян. Сергей Сергеев поздравил молодого анапчанина с избранием на столь ответственный пост. Мы следующее поколение, которое должно после нас принять эстафету и, в принципе, развивать город для комфортного проживания. И надо больше к мнению людей прислушиваться. Мы не должны дебить людей по национальному признаку. Мы живем все в одной стране. Очень рад в возможности сотрудничать с вами, взаимодействовать с вами. Сегодня, как председатель, я себе поставил ряд задач, на которые буду работать. Основной своей задачей, я считаю, это в первую очередь, как анапчанин, это работать сегодня в облаго города, в облаго Анапы. Сегодня не допустить межнациональных конфликтов и сохранять мир и согласие в нашем любимом городе. Глава Анапы пообещал молодому председателю Центра армянской национальной культуры поддержку, если совместная работа будет не формальностью, а на пользу людям. В этом году 100-летие геноциды армян, годовщина. И этот вопрос, он очень больной для всех армян. Это самое страшное событие 20-го века. И мы бы хотели сегодня в память наших предков сделать олею дружбы. И может быть установить там стылу знак русско-армянской дружбы. Ну, я думаю, предложение такое, заслуживающее внимание. И сегодня, учитывая то, что мы живем в мире дружбы, в том числе и с суверенным государством Армении, я считаю, что будет правильно на территории разместить такой сквер. Пусть это будет сквер не только памяти тех трагических событий, о которых вы говорите, а назидание будущим, следующим поколениям, о том, к чему приводят межнациональные розни и вообще конфликты на межнациональной основе. Я полностью с вами согласен, поддерживаю и будем рассматривать этот вопрос. Новый спортивный объект «Фишка-АНАП» – возрождение парусного спорта. Такими эпитетами этим летом все СМИ, краевые и федеральные, описывали события сезона – открытие яхт-клуба. Но примитивные косички, тату и торговля – всем, чем придется. Не минуло и этот спорткомплекс. Пока начальник управления торговли со своими специалистами шли по набережной на яхт-клубе, прятали неозначенные в разрешении на использование землеуслуги. Не успели только тяжелые кеги с квасом припрятать. Похоже, стремление любыми средствами выжать максимум прибыли в летний сезон не изжить у представителей бизнеса «АНАПы». Спортивный объект, который должен стать визитной карточкой города у моря, обрастает торговыми точками. За бочками с квасом, тату и барахолкой не разглядишь высоких целей, о которых на открытии яхт-клуба говорил спортсмен Владимир Чаус. Аргумент в свое оправдание у спортсменов в прошлом, а ныне предпринимателя, уже набил оскомину. Денег на альтруизме не заработаешь, а выживать надо. Но кто сказал, что это позволено делать в нарушении закона? Зарабатывайте в другом месте. Хочется верить, что первого предупреждения будет достаточно для Владимира Чауса, который, мы уверены, патриот родного города. Не зря ведь свои спортивные победы он посвящал «АНАПе». Чистый город, чья это забота? Только ли коммунальщиков? Одна из самых центральных улиц курорта Кати Соловьяновой совсем недавно выглядела иначе. Многочисленные просьбы жителей облагородить улицу и прогулочный бульвар были услышаны. Улица преобразилась, но в каждой бочке меда, как известно, ложка дегтя есть всегда. Улица Кати Соловьяновой с цветущими липами, каштанами, свежим асфальтовым покрытием, новенькими скамейками и совсем недавно уложенным рулонным газоном сразу стала настоящим украшением курорта. Бульвар никогда не пустует. Городские власти сделали все, чтобы улицу благоустроить и привести в порядок. Но заботиться о своей улице должны и сами жители. Кто-то бросил окурок, упаковку от мороженого. Наверное, нетрудно взять веник и убрать вокруг своего дома. Вот лежит мешок с мусором. Ждет коммунальную службу с самого утра. Не взяли его, заберут завтра. Заберут? Да, как. Вас всегда забирают? Да, в день забирают. Не заметили, не забрали. Но ведь можно занести его во двор, чтобы он не портил вид ухоженного бульвара. Прогулочным бульваром улица не заканчивается. От автовокзала до Малинкиного переулка хлам и строительный мусор. Сотни шагов от автовокзала, принимающего гостей курорта. Кусочек Кати Соловьяновой до Малинкиного переулка проблемный. Люди, жильцы домов, каждое утро выходят, убирают. Здесь все, проблем нет. Но есть санаторий Анапа, есть Анапчанка, есть вот эта вот частная гостиница, в которой то хозяина нет, то еще чего-то. Посмотрите, сколько мусора набросали. Ну, сняли уже, наверное, там, да? Вот вчера была, сказала, уберите возле себя. Уберите возле своей прилегающей территории, надо убирать. В вопросе благоустройства города нет разделения «твоё и чужое». Это наш город и его облик – дело каждого из нас. И у нас есть примеры, где квартальные наладили так работу с жильцами, что не позволят мусору стать украшением придворовой территории. В Анапе Сергей Антипин известен как недобросовестный застройщик. В построенных им домах на проезде «Белорусском» жильцы столкнулись с бытовыми проблемами, потому что признание права собственности по суду не подразумевает под собой ввод объекта в эксплуатацию. А так как мощности инженерных сетей рассчитаны на индивидуальные жилые дома, то их, естественно, не хватает, и люди страдают от отсутствия воды и света. И вот новая проблема, созданная все тем же Антипином. Прихватив немаленький земельный участок своей, стройки он закрыл и проход для людей забором-крепостью. Забор установлен практически на краю обрыва. Для свободного прохода граждан остается узкая тропинка. Хотя по городостроительному плану здесь должна быть территория общего пользования. Администрация обратилась с иском в Анапский городской суд о демонтаже возведенного строения. В свою очередь, Анапский городской суд вынес решение в пользу администрации. Муниципальный контроль и сотрудники Анапского городского отдела Управления Федеральной службы судебных приставов проконтролировали исполнение решения суда. На настоящий момент проводится исполнительное действие по решению Анапского городского суда по демонтажу самовольно возведенного капитального забора гражданином Антипиным по иску администрации в интересах граждан. Значит, гражданин добровольно не исполнил решение суда. Таким образом, исполнительное действие проводится принудительно силами администрации. Решение суда исполнено, капитальное ограждение демонтировано, территория расчищена и открыта для свободного прохода жителей и гостей курорта. История любви семьи Уральских – пример сердечного отношения друг к другу, уважения, интересов супругов, верности и доверия. Тех самых качеств, что служат основой семейного долголетия. В канун празднования Дня семьи, любви и верности наш рассказ о супругах Уральских. Полгода назад семья Уральских отметила 55 лет совместной жизни. А ведь такому прочному брачному союзу предшествовало всего одно мимолетное свидание на молодежном мероприятии. А потом верность и теплота отношений на всю жизнь. Познакомились они в Иркутске. Там же и поженились. Он молодой токарь. На авиационном иркутском заводе работал с 15 лет. А я молодая учительница. А вскоре по состоянию здоровья дочери они переехали в Анапу. Жизненный путь их не был усыпан цветами. Они прошли немало испытаний и трудностей, однако сохранили теплое трепетное чувство. Глядя на родителей, идущих по жизни рука об руку, дочь Ирина училась строить свое семейное счастье. У меня самый лучезарный и очень мягкий папа и самая такая энергичная, замечательная мама. Чудесно мы всегда жили, потому что всегда устраивали семейные праздники, всегда были интересные дни рождения. Всегда все, что придумывали родители, всегда было для нас здорово. Вот сейчас и для дочери, и для внука. Не знаю. Я считаю, что у них замечательная семья. И мы гордимся, что они столько прожили. Мы с мужем уже тоже 32 года вместе. Это, наверное, потому что пример такой перед глазами. Главу семьи дома мы не застали. Юрий Михайлович много работает. Работает в парке «30-летие Победы». Ремонтирует детские аттракционы. Сегодня это редкая и очень нужная городу профессия. Трудоголик, такой трудоголик. Не могу его остановить. Уже иногда заболеет. Я его не пускаю на работу. Нет, поднимается на второй день. Позвонят, он опять идет. Безотказный, такой добросовестный. Вообще мастер золотой руки. Таких токарей нет на нашем побеждевшем. Сама Раиса Александровна нашла свое хобби. 15 лет уже поет в нескольких творческих коллективах. Дочка одна, но воспитали ее по самым лучшим семейным традициям. На выходных семьи часто собираются вместе, ездят на рыбалку, отдыхают в горах. А в праздничные дни ходят на концерты своей мамы. Она обычно у нас выступает, поэтому у нас вся семья ходит посмотреть. 9 мая, еще какие-то даты. Мы обязательно посещаем ее выступления, уже и маленького носим. Самым большим своим достижением семья Уральских считает детей, а теперь уже и внуков. Им есть что передать. Доброе и терпеливое отношение друг к другу. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В субботу 11 июля в Анапе пасмурно, дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 21-27 градусов. Ночью до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. В воскресенье 12 июля в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем 23-25 градусов со знаком плюс. Ночью до 18 градусов тепла. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайны Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Партнер программы новости Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Чистый воздух и близость к песчаным пляжам – вот главные достоинства Кавказа. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова